я довольно долго думал прежде чем нажать кнопку запись на моей камере я 7 дней взвешивал все за и все против снимать мне это видео или нет но в конечном результате я подумал что правда она дороже правду должны знать те кто смотрит мои видео и в первую очередь те кто посмотрел мои ролика посвященные голоданию которые снимаю уже не первый год которые захотят поголодать и особенно будут это делать в первый раз еще один момент что наверное многие посчитают что мой ролик сегодня был слишком жесткий но я думаю если вы посмотрите ролик этот до конца то вы меня поймете потому что меня вот переполняет эмоции но одним словом давайте по порядку неделю тому назад мне на почту пришло аудиосообщение прослушав которое я просто был в тихом ужасе был в тихом ауте и у меня в голове сразу так всплыл один интернет образ который вы многие знаете один персонаж такой есть интернете герман стерликов и я просто просто в голове проговорил его знаменитыми уже крылатыми фразами собственно ну и дебилы ну что скажем они просто дебилы люди дебилы это реально но давайте по порядку я уже не первый год повторю снимаю видео о голодании и всегда там говорю что если вы голодаете там от 7 дней и более нужно правильно делать подготовку голоду нужно правильно проголодать и очень важно это наиболее важно правильно выйти из голода потому что при длительных голоданиях неправильный выход из голода даже чреват очень нехорошими последствиями но давайте я включу сейчас ролик я не говорю кто его прислал имени не называют голос и думают вы тоже не узнаете но прослушав его я дам свои комментарии думаю вы меня поймете давайте поехали извиняюсь у меня один вопрос такой важно я недавно голодал 12 с половиной дней 12 с половиной дней это уже довольно длительный период и выходу из такого голода нужно относиться со всей ответственностью это очень важно и даже может быть опасно и неправильно вышел вот сразу я неправильно вышел я сталкиваюсь довольно часто потому что мне задают вопросы по голоданию я консультирую по голоданию я сопровождаю в голоде то есть подготовка голодный выход как бы консультирую в режиме оффлайн онлайн простите ну думал может быть что-то там ну возможно бывает с многими это довольно часто первый день я попил на один раз это сок разбавленный морковный потом вечером выпил не разбавлен уже пол литра это уже первая ошибка я в первый день если бы голодал 12 дней выпил бы взял бы пол стакана сока морковного добавил бы еще пол стакана воды то есть был бы стакан сока один к одному и вот этот сок выпил бы там течение 30 минут и на этом было бы все человек уже выпил во второй половине дня кроме первого сока второй сок пол литра не разбавленный но это еще не все на следующий день выпил за полдня полтора литра до одиннадцати часов полтора литра до 11 часов это очень много это тройная доза тройная доза даже доза который можно разбить на три дня он выпил уже это за до 11 часов на 2 день не разбавленного морковного а потом начал с бульончика чуть-чуть картошечкой по мелкому там бульончик с по мелкому картошечкой на второй день это просто это катастрофа этого делать нельзя первые там пять дней только сок только небольшие порции фруктов то и даже овощей не всех если овощи здесь бульончик но 100 грамм курочки курочка на второй день выхода из голода мясо бульон на курочке и хлебушек они хлебушек конечно же дрожжевой это просто опять мне хочется сказать он кто да он дебил это может даже спровоцировать нехорошие последствия как минимум поездка в больницу как максимум возвращение из больницы уже просить я буду говорить откровенно в гробу но это еще не все ночью приготовил борща 6 литров и за полтора суток я их съел 6 литров борща и за полтора суток я их съел это просто это нокаут это не выход из голода это нанесение прямого вреда своему организму плюс в эти полтора суток я съел еще и ночью варенье там между третьим и четвертым днем по то есть банку варенья сливового банку варенья между третьим и четвертым днем это просто какой-то отвал башки это вообще к твердого еще в этом в эти промежутки выпил где-то пол литра даже больше где-то грамм 800 банку где-то пол литра этого вишневого сиропа от варенья и че еще саму вишню то есть поел понимаешь это дебилы им ничем не помочь идем дальше у меня какой-то не знаю что-то сбилось в том плане что стул какой-то у меня вообще по мелочи я хожу в туалет и у меня это все начало откладываться впереди то есть на животе хотя раньше нормально может быть такое что я не знаю желудок сузился само собой ну как точнее с учетом а еще и съел шаурмы тогда две штуки где-то на килограмм с лишним вчера то есть позавчера я тоже пошли по 2 шаурмы съел там человек съел два раза по два шаурмы шаурму если в обычному человеку не рекомендую а на выходе из голода есть шаурму там не как он сказал сузился и усохся желудок там просто усохся и сузился мозг у человека я вам серьезно может быть за жестко может быть это неправильно но человек это рецепт как себя довести до летального конца я искренне надеюсь что с ним все будет хорошо дальше параллельно еще пирога пирог почти целый там грамм 700 пирога сил и вчера еще проге сел грамм триста четыреста 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 грамм проге осел торта ну еще в эти промежутки грубо говоря два был две булки хлеба один подовый один батон точнее один простой кирпич герман имблович скажите пожалуйста что это дебилы это из этого надо исходить это данные к сожалению идем дальше вопрос может быть у меня просто сбился обмен веществ я не пойму у человека не сбился обмен веществ хотя да это уже это надругательство надо организмом загружать таким объемом пищи желудочно-кишечный тракт который 12 дней не работал я очень надеюсь на то что он не попал больницу с ним все хорошо потому что у меня стул какой-то маленький мало в туалет хожу на животе откладывается может быть мне просто сейчас надо опять сесть это пропить вот эти вот травы несколько дней и практически ничего не есть чтобы желудок ушел и попить пока соки чтобы желудок восстановился и потихонечку наедать не так быстро может быть желудок то есть в нижней части он еще до конца так нормально не расширился и не может то есть пропускать вы никуда так не делайте как делал этот молодой человек сейчас у меня заканчивается вторая кастрюля борща 6 литров и уже вторая на выходе сегодня еще съел литра где-то полтора суп сделал себе из лапши быстрого приготовления пачки но все остальное это морковь резюме всего этого во первых если вы идете на голодание особенно длительные подготовьтесь чтобы не нанести себе вред потому что вот это это просто завал пользы от голодания не будет а будет только вред и еще один момент вот резюме последние что вот из таких людей которые не хотят учиться не хотят читать не хотят смотреть не хотят в конце концов заплатить какие-то там пять долларов не получить консультацию грубо говоря и не составить план как действовать вот из-за таких людей которые могут попасть в больницу которые могут закончить летально свое голодание выход из голода вот из-за таких людей в интернете в обществе могут появляться разговоры что вот петя вася коля богдан голодал и угробил свое здоровье или простите умер потому что пользы от этого голодания нет но никто не разбирается почему человек на третий день ел или на второй на второй или на третий не важно на первый на третий на пятый нельзя есть бульон с курицей и нельзя есть 6 литров борща за полтора дня и шаурму четыре раза и так дальше ему подобные вот это все неправильно это не выход из голода это самоубийство путь к этому поэтому большое к вам большая к вам просьба если вы решили голодать хорошая штука абсолютно классные но нужно отдавать отчет что это все очень серьезно и спустя рукава относиться к этому делу нельзя повторюсь потому что это небезопасно я искренне надеюсь у меня есть две надежды что вы меня поймете за вот эти резкие высказывания из-за слова в адрес человека потому что это очень опасно и вторая у меня есть надежда на то что возможно меня кто-то троллит таким образом если это правда троллинг у лса я повелся все хорошо но если это не так надеюсь на ваше понимание на сегодня это все спасибо что смотрели увидимся пока